Шалам и враха. Недельная глава Тазрия с самого начала говорит о принципиальной вещи. Она говорит о том, что когда женщина зачнёт, кого? Человека. И мы должны понять, что ожидает Творец от человека, от еврея. Сказал Раби Симлай. Подобно тому, как создание человека произошло после всех зверей и птиц, так и законы, связанные с человеком, Тора приводит после законов, связанных с животными. Что хотел сказать Раби Симлай? На какой вопрос он отвечает этими словами? Раф Шмуль Саланд говорит, что слова приведённого Медраша относятся к причинам нечистоты. Которые присущи человеку. И среди всех живых существ на земле, зверей, птиц, пресмыкающихся, только человек при жизни может принимать нечистоту и служить её источником. И только человек способен очиститься от неё. В книге Зуар говорится, что человек создан последним, чтобы он мог включить в себя всё творение. Свойства и особые качества природы, каждого создания, заложенные в него творцом, они даны человеку, объединяющему и вмещающему в себя всё мироздание. В наше время, когда у нас нет храма, законы чистоты и нечистоты, мы всё равно их изучаем, потому что мы ждём третий храм, но пока его нет, они практически не актуальны. Но тем не менее, если посмотреть на борьбу внутреннюю добра и зла внутри человека, это может быть присуще только человеку. То есть человек в своих делах, он может сознательно, ключевое слово, сознательно воспользоваться всеми силами зла, которыми обладает. И с другой стороны, наоборот, освящая и очищая себя, он может прибегнуть и к силам святости, и стать выше малахим, ангелов. И об этом и сказал Раби Семлай. Поэтому и Тора говорит о человеке после всех зверей, птиц и других существ, каждый из которых только отдельная деталь творения, а человек венец, который включает в себя всё мироздание. Может быть, эти слова уже мы много раз слышали. Может быть, мы понимаем их более с философской точки зрения. Но давайте применим это к нашей практической жизни. Если мы говорим про сознательное применение сил добра и зла, то что управляет сознанием? Сознанием управляет информацией. То есть фактически, управляя информацией, в которую ты себя вмещаешь, ты управляешь миром. Не всем миром, но миром, который вокруг тебя. Каким образом ты реагируешь на мир таким образом, каким сформировала тебя информация. Сначала с детства это воспитание, затем больше, университеты, ешивы и так далее. У кого что? Теперь, качество информации, оно влияет напрямую на того, кому ты говоришь это. Да, мы подходим к теме лошонара. Потому что в этой же недельной главе законы о пятнах. А самая распространенная причина этих пятен, это было лошонара. Это было злословие. Почему? Потому что информацией ты можешь исправить человека, либо испортить его. Получается, что выбор в пользу какой-либо информации, это выбор в пользу жизни, либо нежизни. Мы говорили о том, что в законах Песаха на этой неделе, о том, что именно 18 минут, больше 18 минут, тесто превращается в хамец. 18 это гематрия хай, жизнь. И получается, что от нас зависит, мы распространяем мацу или мы распространяем хамец. Кстати, это то же самое относится к формированию мысли человека. Если человек пространно выражается, невозможно вычленить вообще, что он говорит, логические какие-то модели, следствие, результат, причина и так далее. То есть человек говорит невнятно, пространно. Это одна из причин того, что у него внутри есть хамец. Есть исключение, что может быть у него гениальный ум и невозможно понять, что он говорит. Но, как правило, когда у человека внутри каша, а каша это и есть тот хамец, то есть когда мы не вмещаем в себя нужную информацию, правильную, которая формирует наше мышление и сознание, то мы и не можем мысли свои внятно говорить. Получается, что внутри нас правит та информация, которую мы вкладываем. Теперь, если мы вкладываем информацию правильно, то есть если в работу, я не беру работу, работа — это работа. Но даже в ней можно целой диссертации писать по поводу правильной и неправильной использования информации. Берем нашу жизнь основную, то есть что мы в себя загружаем, наш мозг что собой представляет. И на основании этого мы можем судить о мире. То есть получается, когда мы что-то говорим, наша речь может быть подразделена условно на две категории. Первая категория — это факты. Мы говорим факты, либо мы говорим оценочные суждения. В большинстве случаев мы говорим оценочные суждения, которые нам навязаны. Мы читаем новости, мы боимся, мы сразу что-то начинаем придумывать себе и так далее. То есть мы манипулируем ими. Почему? Потому что мы сами захотели ими стать. И понять, насколько человек манипулирует, насколько он имеет независимое суждение — нет. Насколько он вообще правильно пользуется информацией. Можно понять по-разному. Но один из критериев — это градус благодарности человека. Называется это аккаратотов. Когда у человека есть аккаратотов, то есть признание добра. То есть это значит, что у него есть вера в то, что Всевышний нам дал возможность делать добро в мире, а не сеять панику, страхи, делать какие-то ненужные вещи, разрушать. Теперь, чем больше критики в словах человека, чем больше страхов у него в речи, тем меньше у него аккаратотов. Чем больше оправдания, чем больше хеседа, чем больше уверенности, веры, тем больше у него аккаратотов. Признание добра на иврите. Это ключевая квинтэссенция нашей души. Поэтому вывод, какой мы здесь делаем. Человек формирует информационную среду, в которой он живет. Нельзя сказать, я не виноват, жизнь такая или еще что-то. Жизнь везде всегда одинакова. Где-то больше, где-то меньше стрессов. Но в принципе все всегда одинаково. Вопрос в чем? Мы основываем свою жизнь на том, что нам навязали. Либо у нас есть тора, у нас есть работа, бизнес, у нас есть твердая, железная цель, к которой мы стремимся. Или цели. И мы к ней идем. То есть, чем позитивнее мы сами сформировали информационную среду, тем больше брахи спускается на человека. Потому что браха не спускается на неуверенного человека, который полон сам же своих недодуманных каких-то обрывков мыслей, эмоций, страхов, непонятно еще чего. Куда ей спуститься браха? Нет сосуда для брахи. Поэтому позитивная информационная среда – это среда, направленная на рост, на оптимизм, на веру, на любовь, на поддержку. В общем, это называется строительство. Негативная информационная среда, наоборот, сарказм, отторжение, унижение, самоутверждение, разрушение. Давайте вспомним Хэтамироглим. То есть, грех разведчиков 9-го ава до сих пор. Они сказали только правду, абсолютную правду. И эта правда привела к чему мы видим. Что до сих пор 9-го ава у нас существует, и мы постимся. Самый тяжелый пост у нас. Надо относиться к речи очень осторожно. Понимать, что с ее помощью можно достичь многого, но можно и разрушить. И надо и учить других тоже, наших детей, советовать друзьям, знакомым, говорить, строя, а не разрушая. Чтобы из нашей речи шло строительство, смысл, осознанность, вера, поддержка, тмеха на иврите. И к этому мы должны придерживаться. Поэтому одно из ключевых, важнейших моментов в нашей жизни, это какую информацию мы читаем, потребляем и что мы переносим. Что говорят наши уста. Почему они говорят это наше уста. Нужен строгий контроль и понимание. Потому что то, что мы говорим, мы то есть на самом деле. Шаббат шалом. Шаббат шалом.